Ограничение временное, а метро навсегда, отмечает жительница Октябрьского района Галина Харитонова. Утром в понедельник она в числе первых отправилась на автобусе по делам и оценила новую временную схему движения общественного транспорта вблизи перекрестка улиц Полевой, Новосадовой и Самарской. К изменениям, конечно, нужно привыкнуть, говорит женщина, но главное, чтобы новую станцию метро поскорее достроили. Очень рада, что в нашем городе есть метро. Я этим горжусь. Почему даже гордитесь? Горжусь, потому что только в крупных, значимых городах бывает метро. С 8 октября на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской временно ограничили движение транспорта. Все для того, чтобы продолжить строительство метрополитена. На этом участке метростроя специалисты уже начали работать. Например, идет демонтаж дорожного покрытия. Сегодня трудились на трамвайных линиях. Рабочим прежде всего предстоит вынести инженерные коммуникации, водовод, ливневые канализации и кабельные сети. Сейчас проезд через перекресток закрыт. В связи с этим сотрудники профильного ведомства разработали временную схему движения, которая действует уже три дня. Установлены ограждения, временные знаки, информационные щиты, аншлаги, баннеры, дополнительные светофоры и поворотные секции. Как отметили специалисты Департамента транспорта, коллапса на прилегающих к перекрестку объездных дорогах в выходные не произошло. Новая рабочая неделя покажет дальнейший план работ. Все-таки заранее, за полтора месяца мы начали информационную кампанию. Всех оповещали о том, что такие перекрытия будут. Ввели их сознательно с субботы, с выходного дня, чтобы был небольшой период адаптации, пока водители смогут осознать, что здесь произошли изменения в организации движения. Информационная кампания продолжается даже после введения ограничений движения. Все для того, чтобы было комфортно пассажирам общественного транспорта. В салоне автобусов водители и кондуктора оповещают об изменениях маршрутов. Мы заранее начали готовиться к этому мероприятию. И все схемы объезда мы разместили внутри нашего предприятия. Все водители и кондукторы, которые едут на данных маршрутах, скорректированных, они уже давно в курсе этой информации, проходят инструктажи. На пересечении Самарской, Полевой и Новосадовой проходили 8 автобусных маршрутов. Двойка, 23-й, 24-й, 41-й, 46-й, 47-й, 50-й и 92-й. Сейчас они направлены через улицы Первомайская, Молодогвардейская в направлении в город, Чкалово, Ленинская и проспект Ленина в направлении из города. Также специалисты обращают внимание автомобилистов, что по улице Первомайской организовано одностороннее движение в сторону Волги. Ознакомиться с полной временной схемой движения можно на официальном сайте администрации Самары. Напомним, ограничения действуют на улице Самарской от Чкалово до Полевой, а также на улице Полевой от Галаксионовской до Садовой. Маршрут частично планируют открыть 21 ноября текущего года, после чего наступит следующий этап метростроя. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.